Здравствуйте! Как и все ультрабуки, Huawei MateBook X Pro имеет проблемы с системой охлаждения и не может в полной мере раскрыть свой потенциал. Один из способов его улучшения при помощи дополнительных медных трубок. Идея была взята с канала BratLink. Автор сильно поработал над улучшением системы охлаждения этих ноутбуков, но некоторые из его улучшений весьма дороги, а некоторые портят внешний вид устройства. Поэтому было решено улучшить такой ноутбук при помощи довольно дешевого, но при этом эффективного способа – добавлением к системе охлаждения дополнительных термотрубок и наглядно показать разницу до и после. В данном эксперименте используется версия устройства на базе i7-10510U. Отмечу, что на данном устройстве уже проводилась замена термопасты и терморезина на более качественную, поэтому начальные показатели будут чуть лучше стоковых. Рекомендация для всех обладателей ноутбуков данной серии – проверьте свою терморезину. В моем устройстве стояла плохая терморезина, уже начавшая плавиться. Еще один нюанс заключается в том, что процессор был андервольтнут на 0,005 вольта. Эта процедура также рекомендуется для улучшения производительности и температурных показателей процессора. Для улучшения охлаждения были заказаны три термотрубки, толщиной в одну, длиной 100 и шириной 9 миллиметров. Ссылку на них вы найдете в описании. Цена кусается не сильно, за три термотрубки китайцы просят примерно 1500 рублей. Для пайки термотрубок использовался термостол. Сперва, для того, чтобы припаять эти трубки, было решено использовать припой POS-61 с температурой плавления 183 градуса Цельсия. Однако, так как медь быстро отдает тепло, сами трубки пришлось бы нагревать сильнее, до 220, чтобы на контактах с припоем была желаемая температура. А при таких температурах сами медные трубки начинают расширяться, поэтому было решено использовать менее токоплавкий сплав, а именно сплав Розе с температурой плавления 94 градуса. Для того, чтобы термотрубки припаялись на плату с плавом Розе, было необходимо выставить температуру нижнего подогрева на 120 градусов. Также нужно отметить, что для того, чтобы металл схватился на радиаторе у кулера, пришлось использовать ортофосфорную кислоту. Будьте аккуратны при ее использовании и следите за тем, чтобы на плату, в те места, куда не нужно, не попало ни одной капли, потому как это один из самых агрессивных флюсов. После установки термотрубок металлическая деталь у кулера и плата, по сути, стала одним целым. Итак, давайте взглянем на получившиеся изменения с практической стороны в стресс-тестах и бенчмарках. Стресс-тесты проводились в AIDA64. Температура задней панели уменьшилась с 44,3 до 43,9 градусов на 1%. Температура передней панели уменьшилась с 47,6 до 43,8 градусов на 9%. Частоты процессора поднялись с 2095 до 2237 МГц на 6%. Температура процессора уменьшилась с 74 до 61 градуса. Потребляемая мощность процессора уменьшилась с 13 до 11 Вт. Тесты на производительность проводились в Geekbench 5. Производительность на одно ядро увеличилась с 1212 до 1223 очков на 1%. Производительность для всех ядер увеличилась с 3685 до 3870 очков на 5%. Частоты процессора увеличились с 2776 до 3058 МГц на 10%. Температура уменьшилась с 75 до 66 градусов на 12%. Потребляемая мощность процессора осталась практически без изменений на уровне 16 Вт. В результате эксперимента были получены положительные результаты, как в плане уменьшения температуры устройства, так и его производительности. Использование дополнительных термотрубок не только даст больше комфорта при использовании устройства, но и улучшит производительность ноутбука. Применение таких модификаций сопряжено с риском повредить дорогостоящие устройства. Поэтому, надеемся, данное видео поможет решить, стоит ли игра свеч. До новых встреч!